Дорастающее поколение нуждается во всестороннем развитии. А потому на приходе Владимирской иконы Божьей Матери станции Чумалган в Казахстане проводятся разнообразные интеллектуальные соревнования, призванные стимулировать школьников к изучению наук. На этот раз ребята проверяли свои знания по математике. Помимо решения задачи, в программе было и общение. Подробнее расскажут наши коллеги. На приходе в честь Владимирской иконы Божьей Матери станции Чумалган состоялся девятый турнир «Короли математики». Проверить свои знания собрались более 60 воспитанников воскресных школ Алматы и Алматинской области. Перед началом интеллектуального соревнования кандидат физико-математических наук Алексей Кавокин рассказал ребятам о системах математического счисления. Для детей психология ребенка такова, что он всегда хочет быть лидером, хочет чем-то выделяться от остальных. И поэтому то, что им дают возможность выделиться в области математики, то, конечно, это их стимулирует к тому, чтобы быть королем математики. По завершении беседы с приглашенным гостем, юные участники турнира отправились решать предложенные задания. Мероприятие уже стало доброй традицией и проходит по благословению митрополита Астанайского и казахстанского Александра. Помимо Олимпиад по математике, на приходе проводятся состязания и по другим дисциплинам, в том числе дистанционно. Кроме Олимпиад, проводимых на приходе, так сказать, офлайн, у нас еще есть несколько мероприятий, которые проводятся онлайн. Самым крупным масштабным мероприятием является международная викторина православной молодежи, интернет-карусель. Шесть раз в году на просторах Евразии от Западной Германии до Забайкалья и от Баренцева моря на севере и до знойных степей Казахстана и Узбекистана на юге мы собираем несколько десятков команд из 11 стран. Это порядка 400 человек, которые участвуют в викторине. Также по интернету мы проводим дистанционные конкурсы детского рисунка к празднику Рождества Христова, к светлому Христову, воскресенью Пасхи, а также Дню космонавтики, Дню животных и Всемирному Дню птиц. По результатам проверки работ в каждой из трех возрастных групп были определены победители и призеры. Олимпиада была интересна тем, что были неоднозначные вопросы и задачи. И очень интересно я участвую в таких мероприятиях. Я, наверное, даже в следующем году тоже буду участвовать. Наградой участникам турнира стали книги, переданные библейским обществом Казахстана.